Мне часто задают вопрос, удобна ли такая душевая кабина со шторками. Не попадает ли вода на пол? Хорошо ли уходит вода из кабины? Сегодня отвечу на эти вопросы. Доброе утро! Хочу сказать так. Это самое удобное из трех душевых кабин, что у нас были. Во-первых, вода за пределы душевой кабины не попадает. Во-вторых, шторки легко снять и постирать. В отличие от дверей в старых душевых кабинах, которые нужно было постоянно протирать, и все равно оставались известковые капельки. Высота душевой кабины именно такая, чтобы вода не задерживалась, не застаивалась, а свободно стекала. Естественно, поддон сделан с небольшим наклоном. Длина шторок, буквально один сантиметр, не доходит до пола душевой кабины. В силу чего они пачкаются гораздо меньше. Просто протираю швабры, вот и весь уход за этой душевой. Занимает это буквально две минуты. Где-то раз в две-три недели поднимаю металлический трап, промываю его, достаю оттуда волосы и ставлю все на место. Надеюсь, я ответила на вопросы. А теперь хочу перейти к заказу. Фаберлик кое-что в нем есть и для ванной комнаты. Первое, что я заказала, конечно же, этот порошок. Он универсальный, никогда не беру порошки для белых тканей или для цветных, предпочитаю универсальные. Порошок этот нравится, пользуюсь им давно. Он действительно расходуется экономно, имеет приятный аромат, белье отстирывает хорошо, что еще надо. Кислородные пятновыводитель и отбеливатель беру в первый раз. Обязательно поделюсь, как они себя зарекомендуют. Оба средства в порошке. Их можно добавлять в стиральную машину. Можно использовать их и для ручной стирки, просто замачивать с этими средствами белье. Но, в общем, давно хотела их взять и попробовать. Дочка себе заказала следующее. Питательный шампунь для сухих и ломких волос. И питательную маску для сухих и ломких волос. Из этой же серии «Морошка». Аромат просто великолепный, нежный, ягодный. Маска сверху зафольгирована. Объем шампуня 380 мл. Маски 150. Это новая серия и разработано несколько продуктов по уходу за волосами. С маслом семян, северной ягоды, морожки. Этот крем я уже беру который раз. Мне он так нравится. Крем для тела, в составе которого бурые водоросли и морские минералы. Имеет приятный цветочно-морской аромат. Ложится мягко-мягко. Ну, в общем, крем изумительный. Объем 150 мл. И следующее средство я беру тоже не в первый раз. Это старый тюбик. Пользуемся им очень-очень давно. Его хватает надолго. Крем-паста для чистки металлических поверхностей. Отчищает хорошо, деликатно, без царапин. Объем 250 мл. Имеет приятный аромат и тюбик зафольгирован. Следующее. Коврик для ванной. Мы никогда прежде не пользовались ковриками. Взяла только из-за внучки. Очень мягкая и приятная на ощупь поверхность. Снизу не скользящая подкладка. Коврик очень компактный. Размер 58 на 39 см. Такого же цвета выбрала набор аксессуаров. В наборе три предмета. Стакан для зубных щеток. Дозатор для жидкого мыла. И мыльница. В отличие от коврика цвет не яркий, а будто припыленный. И это фарфор. Под этот комплект была и шторка. Но она нам не подошла по высоте. Коротковато. Не хватило 20 см. А еще хочу поделиться тем, что мне нравится. Эти кремы. У них есть градация по возрастам. Консистенция довольно плотная. Ложатся хорошо и хорошо питают кожу. Очень понравился этот увлажняющий гель. Накладываю сначала этот гель, а поверх него уже ночной или дневной кремы. И очень понравилось это масло для волос. Подходит для сухих и окрашенных волос. Кружки. Объем 350 мл. Высота 10,5 см. Это фарфор с ребристой фактурой. Смотрится великолепно. Тарелочки я заказывала раньше. Ну и наконец, совсем немного новогоднего. Такой забавный гном. Высота у него 25,5 см. Это последний, третий гном. Из коллекции 2 уже есть. Ну а сейчас появилась новая коллекция вязаных гномов. Наконец, последняя звезда. Белая звезда. К сожалению, золотые закончились. Взяла бы еще одну золотую. Размер 50 см. Плотность бумаги, наверное, как у ватмана. В сложенном виде почти не занимает места. Легко собирается. Конечно, бумага нежный материал. Но при аккуратном обращении, я думаю, что они прослужат несколько лет. В эту звезду легко засунуть гирлянду. И тогда будет вот такая красота. На этом, пожалуй, все. Поздравляю всех со Старым Новым Годом. И до встречи! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok